всем огромный привет добро пожаловать на мой канал сегодня у меня будет небольшой влог у нас на самом деле в питере вообще вот реально весна девочки весенняя погода такое солнышко классная сеть хотя стало холоднее чем раньше у нас тут на днях было вообще плюс 6 сейчас 0 градусов но погода очень классная после каникул вообще девочки так тяжело было всем войти снова в учебное русло это просто был какой-то кошмар и мне и дети ну уж меня всегда налегке все делается встает и бежит она вообще так тяжело было чем более-менее уже вошли в свою русло но это говорят когда сложно выходить на работу значит хорошо отдохнул в отпуске так что да есть такая история тут кстати на днях с моим старшим сыном проходили пробное занятие английского языка в онлайн-школе all right . com и на самом деле нам очень понравилось особенно мне понравился такой формат когда из дома с преподавателем онлайн ты занимаешься английским языком это настолько здорово вы знаете что я живу за городом мы ездим в школы вообще все какие-то мероприятия том числе школа какие-то дополнительные занятия у нас черте города и конечно очень сложно всегда стыковать какие-то дополнительные занятия с ребенком то есть это после школы нужно забрать если еще нет машины в каком-то общественном транспорте куда-то отвезти пока ребенок занимается мама тоже где-то находиться это время как-то потом забрать еще между делом как-то успеть ребенка покормить если общественный транспорт это какие-то возможность получить какую-то инфекцию как-то простудиться и так далее в общем вот это вот вся вот история очень вручает именно вот такой формат занятия английским языком также заниматься там на каникулах да не нужно никуда вот это вот ввести тащить находить на это время не только у ребенка но и у мамы это мне кажется очень здорово и в такой домашней обстановке как говорится в домашней удобной одежде зеленое время открывается компьютер и ребенок занимается занятие проходит в интерактивном формате учитель предлагает то рисовать топе песенки послушать то в игры поиграть это очень интересно и увлекательно и за всем процессом вы можете следить а также после каждого занятия родитель получает отчет об уроке в личном кабинете вы можете следить за прогрессом своего ребенка согласитесь в наше современное время английский язык очень сильно необходим и онлайн школа дает возможность быстро и легко изучить язык так что моему сыну такой формат очень сильно понравилось оставлю ссылку на эту школу внизу инфобоксе а также промокод который будет давать вам два урока в подарок при первое платье пакета занятий ну а я сейчас жду курьера с ламоды и заказала там себе куча всего с обалденными скидками девочки я только единственное что надеюсь что мне все это подойдет по размеру понравится по качеству в общем жду курьера но пока буду его ждать хочу сегодня снова приготовить творожное печенье я вам уже снимала именно сам рецепт как я готовлю я вам ссылку на это видео оставлю внизу инфобоксе печенье очень понравилось ночью такой прям но обалденная этим более как раз купила ванилин и и добавлю в печеньке ванилин так что я думаю будет очень 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 вкусно ну и такая как всегда наверное ежедневная легкая уборка в общем посмотрим но я сейчас прямо жду 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 курьера очень надеюсь что у меня все подойдет сейчас еще девочки хочу вам показать меня когда спрашивали про мою подругу дни моих суровых до баночка да ты хорошая девочка ульяна хорошая девочка хорошая мамина девочку такую шлотенькую да сейчас с улицы пришло смотрите мы едут недавно помыли хотя она не линял видите шерсть вот она постоянно лежит на этом ковре я бы даже сказала что это ее коврик да это твое твое место вот она постоянно здесь лежит спит вот у меня муж ее мыл мне не поднять конечно же и с нее вот так вот летит шерсть причем она сейчас не находится стадии линьки как вы видите и вычислить вот эту шерсть вот эту мелкую просто невозможно это просто какой-то кошмар вроде бы многие говорят что типа голодко шерстные собаки кошки они типа отлично как это сказать ну хорошо что нет шерсти да вот самое интересное что иногда с этим даже не справляется пылесос вот сейчас точно он с этим не справится вы посмотрите белый налет просто и вот она спит на этом ковре да очень он не нравится очень он не нравится только хороший ковер хороший ковер удобненько тут еще пол у нас подогревом да поз подогревом и девочка тут наша спит сладенькая только до у нас боночка это еще тоже спрашивали я уже отвечала как-то гуляем с собакой или нет и и однажды покусали в общем она у нас убегала за ворота когда машины на машине выезжала она выбегала и было в общем однажды и подрали очень сильно собаки очень очень сильно и после этого она боится выходить она выходит только вот три шага за ворота и все больше она не идет никуда страшно скажу я маленькая несчастная девочка но меня кто-то там обижает ну да ну и хорошая такая вот видите это кошмар да папа тебя помыл тут намыл сладкую такую так что будем сейчас пылесосить дам будешь маме помогать пылесосить будешь набросала шерсти надо помогать с такой солнышко еще хорошая елка до сих пор стоит девочки но это у меня муж уже и отключил в общем сами собрали сами пусть убирают я так считаю до банюшечка вот а чтобы надо пропылесосить ковер за подружкой дней моих суровых да вот она на сладко какая шутка девочка чистенькая зато шерстка беленькая стала да умничка моя и итак ура 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 ко мне приехал мой заказ ламоты и мне все подошло все что я хотела взять мне все это подошло но давайте я начну с самого первого это то вообще ради чего я сделала этот заказ по потому что эта вещь мне обошлась в 1438 рублей девочки это утепленная куртка то есть это вместе со всеми моими скидками это утепленная удлиненная куртка которая сидит достаточно свободно она большомерят я когда читала отзывы там на эту куртку во первых всем безумно нравится качество этой куртки а во-вторых но для меня это даже как пальто такое да утепленная стеганая пальто не знаю можно так назвать там одна девушка писала что она на восьмом месяце беременности спокойно застегнула эту куртку я померила размер s и размер xs с вообще очень сильно велик то есть он прямо не то чтобы оверсайз он прямо чересчур а вот это самое то значит размер вот у меня xs это марка бик 3 я видела в магазине эту куртку и она ведь написано пальто женская а не помню только когда я ее видела было он помню точно что вот в таком розовом свете и еще по моему в зеленом что ли но в общем какой-то темный цвет был значит здесь идет вот такая мумия и заклепочками закрывается очень слушайте на самом деле там пишут что она достаточно теплая с теплым свитером вообще в минус хорошо идет синтетический утеплитель давайте по составу ответе утеплитель стопроцентный полиэстер девочки писали на сайте что попадали в дождь и не было никаких разводов мне еще очень понравились вот такие кармашки достаточно глубокие классные очень сейчас по мере тоже покажу как смотрится на себя найдет вот с такой крыловиной надо будет не подобрать какой-нибудь симпатичный шарф под неё такая не зефирного розового такой зефирно-розовый припыленный что ли цвет на самом деле очень классно классно сделана вся фурнитура качество меня тоже очень сильно порадовала вообще я прям пару и за 1400 38 рублей это вообще посчитайте даром такая куртка мне как раз вот я хотела что-нибудь для разнообразия я уже говорила потому что ну серые денёчки все наедает и я просто ору-ору-ору от восторга и еще я взяла себе две пары брюк как я вам уже говорила в одном из их шоппинг-влогов каких-то что я очень хочу брюки потому что надоели джинсы и хочется такие повседневные мне брюки поэтому я себе взяла от марки манга а вот такие брюки тридцать шестом размере очень хорошо сели это вельвет и цвет такой вот на самом деле на модели и сейчас мне кажется он более рыжий такой на самом деле они прямо такие коричневые светло-коричневые даже наверное вот и они идут к низу расклешенные у меня точно такой же модели есть джинсы точно такой же марки то есть марки манга и они очень качественные по крайней мере джинсы они то есть я их ношу вот вообще всю зиму очень часто их одеваю с ними ничего не стало пережили 500 миллионов стирок и классные очень мне понравились это тоже сделано в виде джинс но вот такие вот вельветовые брючки они мне очень понравились на сайте тоже и обошлись они мне в 1245 рублей и еще взяла вот такие себе брюки это тоже марка be free размер взяла xs брала размер с но очень мне не понравилось как они сидят на попе и на талии слишком широкие были вообще марка be free она я так понимаю то есть манга вот эти брюки тут размер в размер а вот эти вот они но у be free есть что-то мало мерит есть что-то больше мерит вот это больше мерит там если почитаете отзывы там тоже девочки все пишут что надо брать на размер меньше чтобы сидела симпатично и было комфортно в общем они вот здесь вот так вот подогнутые единственно что видите пришли мятые ну ничего страшного я все отпарю и здесь сделано то есть прострочена эта стрелочка это прострочено очень они мне понравились вообще супер у меня под курточку тоже мою с кроссовочками планирую носить будет вообще безумно круто и они очень удобно это что здесь резиночка вот такая так что вот такие вот у меня новички и вот эти брюки мне обошлись 800 рублей по составу полиэстера вискоза эластан но они не сильно на самом деле тянутся совсем слегка и еще до кучи я себе взяла вот такую масочку кстати вся косметика вот это у них приходит вот в таких коробках то есть ничего не повреждается значит вот такую маску окрашивающая питающая маска цвет черный конечно же я могу взять я брала прошлый раз когда делала заказ вот от этой марки кай про да она по моему правильно так произносится я брала шампунь и маску с эффектом ботокса безумно мне понравилось поэтому я решила взять еще вот такую окрашивающую масочку чтобы не окрашивать мне всю мою длину а тонировать периодически для оживления и усиления цвета тонировка натуральных окрашенных эмилированных волос придает блеск интенсивные оттенки потухшим обезжизненным и обесцвеченным волосам ведь оставить на 35 минут на подсушенный полотенцем волосы и потом смыть так что попробую потом вам тоже расскажу но шампунь и бальзам мне очень понравился от этой марки давайте сразу покажу вам чек вот видите курткам 1438 рублей брюки которые темные в клетку 800 рублей манга брюки 1200 и маска 1081 вот у меня такая стояла сумма довольно безумно прямо рот счастья потому что вот эта куртка она вот это be free я и в магазине видела в районе 54 900 или что-то в этом духе потом на сайте ла-мода она была 4 500 потом она стала 1800 и когда я увидела что она 1400 и я прям не раздумывая ее заказала так ну что вот моя курточка девочки вот так у меня получается образ с моей сумочкой без еще такие кожаные ботинки но это зимние правда сапожки на такие высокие вот и вот эта куртка слушайте мне так нравится если надо что мне какой-то сейчас вот померила надо какой-то шарфик мне подобрать надо найти какой-то шарф у меня наверняка что-нибудь да есть вот так вот вообще класс на мой взгляд так сейчас я покажу здесь на что все нужно немножко отпарить потому что мятая сейчас покажу в расстегнутом виде так вот вот так в расстегнутом то есть она видите вот она какая большая сама по себе рукава тоже очень свободный размер xs то есть получается мало мерит и вот эти вот вельветовые это у меня доска стоит и как раз сейчас буду все он вечером гладить точнее сейчас я сделаю печеньки а потом все поглажу и вот брюки очень классно сели на мой взгляд вот мне очень нравится мне нравится этот клёш я обожаю меня рост метр шестьдесят пять с каблучком мне даже не надо подгибать вот с таким белым бадлончиком для отдела они идут на высокой посадке вот так вот пупу облегают здесь ножки облегают здесь свободно ведь они мяты надо все отгладить так что вот такой вот у меня образ мне очень нравится я вообще без ума вот с этой моей сумочкой новенькой которая перед новым годом себе покупала вообще класс девочки надо какой-то шарфик прикольный сюда подобрать или купить наверное посмотрю что у меня есть хотя если с бадломом то можно можно без шарфика мне кажется слушайте я так довольна девочки вообще вы себе не представляете насколько мне нравится вот 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 так очень мне нравится просто супер бомба мне много слов супер бомба но мне очень нравится серьезно класс и сейчас покажу второй вариант как я планирую носить меня кстати многие за спросили а у меня еще есть коричневые перчатки темно-коричневые кожаные тоже сюда подойдут надо их найти только и шарфы какой-нибудь подобрать так и сейчас покажу вам второй вариант с брюками и другими которые клетку я тоже их прям продумано их купила не просто так так сейчас так и вот мой второй образ вот эти брюки которые от марки бифри да так сейчас я вначале брюки вам покажу но они мятые девочки вот идут кармашки на резиночке очень комфортно сидят надо тоже видите отгладить все отпарить вот не за на камеру видно хорошо или нет но они такие прям реально как спортивные просто вот с этой полоской вот такие вот получаются брюки тоже очень мягенькие классно сюда можно и колготки поддеть если совсем холодно вот так вот они выглядят на мой взгляд очень классно и так как у меня ноги достаточно худые мне такой вариант вообще супер нравится ткань мягенькая хорошо сидит очень мне нравится девочки я прям молоде и носите планировать с этой курткой эту куртку и кстати тоже заказывала на ламуде это марка инсити там пух и перо я как-то давно жаловалась на нее что она у меня скомкалась что ну пух и перо там внутри скомкался повылезал многие из вас не советовали стирать с мячами я так и сделано не с мячами не с теннисами правда а у меня в общем у детей взяла мячики такие у них вот и отбила потом шваброй но вот этой палкой от швабры на кровати легко так побила да действительно даже лезть перестал пух снова стал нормальным но все равно много уже вылезла очень неправильно я за ним ухаживала хотя он мне очень нравится и планирую я носить вот так вот кроссовки это мои тоже не баланса вот который я кстати стираю стиральной машинке им вообще много лет ничего с ними не стало классный и у меня есть вот такой рюкзак он не очень удобно он скорее больше как аксессуар тоже заказывала на ламуде видите здесь коричневая кисточка сам он черный и мне кажется вот такой вариант вообще супер вообще мне безумно нравится тоже вот девочки стараюсь подходить к покупкам обдумано и сочетать что-то новенькое с тем что у меня есть и вот таким вот образом планирую носить вот эти кроссовки я сейчас буду носить просто теплый носочек одевать они обычные на самом деле не теплые ну то есть не утепленные и вот такой вот у меня получается вариант номер два слушайте вообще обалдеть вот вроде вода старая старый рюкзак ему тоже уже года четыре наверное он из кожзама из ней с натуральной кожи вот старая куртка который тоже наверно года три старая водолазка просто новые брюки и все и уже по-другому смотрится слушайте я обожаю такие покупки на самом деле очень классные вот и вот теперь думаю стоит ли мне возвращаться за белым пуховиком когда у меня есть вот эта куртка может быть просто мне дождаться скидки на белый пуховик купить на следующий год уже но у меня сейчас здесь рюкзак пустой полностью ведь я просто достала показать как планирую все это носить вот у него кстати внутри есть вот такая ручка она там перекидывается можно просто носить в руках как сумку такую вот так вот девочки суждены я что-то вообще прям так довольна этими покупками еще и ценами которыми я заплатила вообще супер вот на этот пуховичок у меня теперь раньше он был зимний теперь он у меня такой до минуса в общем вот но все равно у кстати перестал лезть так что спасибо вам огромное девочки кто мне про него писал буду его носить с удовольствием вот с кроссовочками вообще супер слушайте мне так нравится я последнее время кстати очень люблю такой как бы стиль кроссовки куртка самое ну вот так вот так девочки еще под предыдущим моим влогом было много вопросов по поводу вот этой сковородки алюминиевая да у меня таких сковородки 2 вот я сейчас достала их из посудомойки и показываю вот то есть я не чистила их показываю как ну как есть там иногда а вот это у меня вот такая сковородка еще есть значит вот этому сотейнику я его мы его приобрели когда у меня родился старший сын старшему сыну восемь лет уже восемь с половиной так что считайте сковородки 8 лет до она долговечна и и хватит вам на всю жизнь но в ней можно только тушить обжаривать вот только если слегка вы обжарите и потом и зальете там водичка или бульончиком тогда будет отлично подгорает ли на ней до подгорает вот это я отсвечиваю на это я отсвечиваю тут не тут все вымылось вот видите ободок вот видите вот здесь вот так это это я отсвечиваюсь хотя вот черненькие есть это посудомойка недомыло видите то есть подгорает и образуется вот с этой стороны всегда образуется нагар у нее у меня плита вот видите его я счищаю обычной металлической металлической такой вот этой штучкой да и вот с этой стороны видите образуется вот такая штука у меня плита газовая и вот этот нагар он образуется всегда причем видимо там где горит газ потому что видите вот с этой стороны тут нету вот с этой стороны всегда вот где ручка здесь больше всего обгорает и сейчас покажу и вот с этой стороны вот это все вот с этой стороны очень сложно отмыть честно вам признаюсь ее нужно замачивать и металлической губкой тереть 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 и тогда все ототрется вот здесь вот тоже видите она от газа тоже обгорает значит марка у меня вот такая бошман да наверно так произносится вот здесь вот видите ее можно но ее можно вообще везде использовать мыть посудомойки да это ее огромный плюс огромный плюс то что ее можно хорошенечко начистить металлической губкой но обжаривать нет это вот такой мы ее используем она у нас достаточно большая еще у меня вот такая вот тоже сковородка то же самое вот здесь вот по краю образуется нагар такой всегда аж какой бы огонь вы не делали всегда будет вот этот нагар то же самое здесь вот по этой части все обгорает от газа просто досталась посудомойки не начищал эти здесь тоже самое если жарить то только в большом количестве масла если то есть мы ее для жарки вот эти обе сковородки не используем а вот этой сковородке у меня может быть года четыре наверное ей принципе сковородки до долговечные но такое для тушения да здесь вот обычно рис я делаю в ней с овощами да вот этот гавайскую оля гавайскую смесь здесь тушить можно картошечку с мясом то есть ну вот такой только для тушения используем для обжарки нет не годится и вот эта сковородка вот так вот марка называется я не скажу что это какие-то сковородки которые знаете вот прям вот очень-очень советую в принципе они эксплуатации такие же как кастрюля если вы тушите что-то в кастрюле ну вот в такой сковородке тушить удобнее чем в кастрюле тоже капусту овощи удобнее удобно засунул потом посудомойку единственное что вот очищать металлической вот только металлическая подходит но и различные такие достаточно едкие средства то есть те которые моют духовку я вот эту заднюю часть не внутри сковородки а заднюю часть тем же средством я ее отмываю но все равно нагар все равно образуется так что не могу супер прямо и и посоветовать но я больше такие сковородки покупать не буду вот эти у меня две есть принципе я в них только тушу и все больше мне не нужно там у меня большая 2 поменьше мне достаточно и вот сейчас еще напекла вот эти печенюшки я вам оставлю ссылочку где я готовила с рецептом вот этих но не очень вкусно и получается ведь и такие зажаристая внутри прямо такие мягенькие мягенькие творожные печеньки очень нравится мы всем моим домашним так что советую такая вкуснота у нас не к чаю сюда я вообще растрюпанная такая вот еще я добавила вот в эти печенья которая делала ванилин ванилин добавила я вообще по рецепту там ванильный сахар но я вам оставлю ссылку на то видео где я делала именно снимала сам рецепт там у меня в комментариях прикрепленный комментарий от меня в котором написано что там написано написано какие ингредиенты и по рецепту был ванильный сахар но я добавила сейчас ванилин я добавила ванилин в творог когда смешивала творог с сахаром и да вот размешивала его добавила туда ванилин и потом уже муку и творог да когда с маслом еще он вот смешивается туда добавила ванилин и потом уже муку с разрыхлителем вот и вообще с ванилином конечно вообще аромата очень 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 вот такие вот у нас дела я надеюсь вам понравилось такое видео оно было для вас полезным и интересным я вам все ссылочки оставлю внизу в инфобоксе так что обязательно переходите смотрите на сегодня буду с вами прощаться оставляйте свои комментарии ставьте пальчики вверх мне это очень приятно всех люблю целую до новых встреч